Получается, служение, мировосприятие, мировосприятие это и есть единение? Мировосприятие это как крайняя стадия единения человека со всем миром, мироустройством, мирозданием, вселенной. От мелочей вот здесь бытовых до, мы же неоднократно говорили о том, что нужно разделить внешние действия и внутренние, а затем научившись быть в потоке от вот этой трансформации внутренней, проводить это все и во внешние действия. Сначала мы разделяем, затем объединяем. И вот тут мировосприятие, ну просто психология, мы уже разбирали, что такое восприятие. Восприятие человека формируется через органы чувств. Но мы формируем еще шестое чувство, интуиция. Что такое интуиция? Центр интуиции здесь, здесь чувственный центр, здесь центр сознания, то есть идет объемное восприятие, где мы все-все-все слышим, видим, чувствуем, ощущаем. Мы как бы находимся как некая часть вселенной, как клетка организма великого вселенной. Вот это и есть мировосприятие. То есть это как бы крайняя стадия. А миросогласие, оно на уме формируется. Я могу быть в миросогласии, но не в мировосприятии. Это, так сказать, последняя стадия формирования состояния человека для служения быть проводником высокого потока. Продолжение следует...